Прежде чем я задам свой вопрос Навальнятам и на украинцам, я сразу отвечу тем, кто много раз в комментариях мне написали, почему в отношении Алексея Навального, я часто называю его Алешей, Лехой, что-то в этом роде. Это мое такое отношение к этому человеку, потому что судя по его риторике, по его стилю, как он разговаривает, как он преподносит свой материал, он сориентировался на молодых, причем еще на плохо образованных молодых, или как мне сейчас объясняют тоже в комментариях, вы понимаете, ну вот такое население у нас не слишком грамотное, соответственно и политик должен обращаться на их доступном языке. Я так не считаю, я считаю, что хороший политик задает тренд, в том числе в стиле, если об этом речь, ну а Алексей Навальный с его чувачок, перец, отожгли, поприкалывались, прикинь, все это подходит Лехе Навальному, понимаете, ну не Алексею Анатольевичу. Вот когда Леха Навальный постепенно из блогера превратится в серьезного политика, начнет говорить на языке, как говорят взрослые серьезные дяди, вот тогда, наверное, его можно будет называть Алексеем Анатольевичем. А пока чисто Леха Навальный, и мне кажется, ему даже нравится в этой роли. В Лехе есть большая порция инфантилизма, то есть он задержался в детстве, ну посмотрите по фотографиям, да, вот это лицо будущего президента России. Он не контролирует себя, когда общается со средствами массовой информации, не пытается как-то более солидно выглядеть, наоборот, чем придурковатие, тем вроде как ближе к народу. Под моим роликом, где мы с удовольствием зачитали сообщение Алексея Навального, где он насмехается над украинцами, и пытается через почти 30 лет объяснить, почему нужно говорить на Украине, дескать, высадиться у вас на Украине инопланетяне, а вы, дебильные украинцы, будете продолжать настаивать в Украине. Вот такая ассоциация с инопланетянами на Украине – это проявление Лехиного инфантилизма. Но поражает то, что почти через 30 лет, когда уже, казалось бы, этот вопрос давным-давно обсудили со всех сторон, вот находится человек, который продолжает настаивать на предлоге на Украине. И что интересно, процентов 80 русскоговорящих на моем канале пытаются мне в разных вариантах, и в том числе украинцам, до сих пор пытаются доказать. Русский язык подразумевает оба предлога. Мы привыкли, мы не хотим переделываться. Или самая типичная отмазка – какое это имеет значение? Давайте, ну что вы прицепились к предлогам? Давайте говорить о серьезных вещах. Люди не понимают, и в том числе и я. Очевидно, вижу, что Алексей Навальный не понимает, что это серьезный принципиальный вопрос. И если бы будущий президент России, а господа, это ваш будущий президент. Вот если кто-то говорит, что у Алексея Навального нет шансов стать президентом, я как раз таки считаю, что шансы у него очень большие. Почему? Потому что люди смертные. И, как говорят, смертные внезапно. Как бы не хотел думать про себя Владимир Путин, что он бессмертен, он все-таки смертен. И в любой момент может произойти все, что угодно. А судя по обстановке, судя по тому, как выставляют в последнее время Путина дебилом, как ему пишут какие-то непонятные тексты, может быть, лишили его добавки кокса. Я не знаю, что у них там происходит. Но чувствуется, что что-то вокруг Путина затевается. И как это часто было в российской истории, подушку не в то место положили, вазочка случайно на голову упала, вы понимаете, все может быть. На следующее утро выступит господин Письков и расскажет народу, как мирно, с улыбкой на лице, во сне умер неожиданно российский президент. Мы очень скорбим, но вот такое случается. И все начнут вспоминать, что чуть ли не у каждого в семье были похожие случаи. Это может произойти, господа, завтра, через неделю, через месяц. И если Владимира Путина не будет, то у вас тут же автоматом президентом будет Леха Навальный. Почему? Потому что он безальтернативный кандидат. Сложилась ситуация, когда вот именно он единственный, кого могут себе представить и молодые, и средний, малообразованный класс, и, соответственно, пожилые, даже засматривающиеся в интернете его расследованиями. Он единственное медийное лицо, раскрученный персонаж, так сказать, борцун, пострадавший от режима. Там все уже очень прекрасно сложено, хорошая политическая автобиография. И поэтому, господа, вы получите своего президента Леху Навального. В этом нет сомнений. Но я умным людям всегда говорю, вы не просто получите его в качестве рождественского подарка, вы вляпаетесь в Алексея Навального. Вот в чем проблема. Но это ваше дело, господа россияне. Вы там жмете, выбираете, вы верите этому человеку. Дай Бог, чтобы ваши мечты сбылись. Я хочу сейчас спросить тех, кто действительно искренне готов поддерживать его. Вот скажите мне, пожалуйста, как будет ваш президент решать вопрос с Украиной? Ведь понятно, очевидно, что это самый первый и самый главный вопрос. И здесь нет вариантов, господа. Даже Григорий Явлинский, человек, который пытался выдвинуться в последний раз в своей жизни на пост президента, понятно, что даже в самой оптимальной политической ситуации Григорий Явлинский никогда бы не стал президентом России. А сейчас он еще и постарел, поблек, ушел из информативного поля. Никто уже о нем не говорит и не вспоминает. Или, например, такой, как Гарри Каспаров, который тоже никогда не будет президентом России. Но эти люди, здравомыслящие люди, все говорят одно и то же. Решение украинского вопроса – это самое первое, что нужно сделать. Это то, без чего невозможно движение вперед. Почему? Потому что, господа, санкции. Потому что вся эта история началась с Крыма, а затем Донбасс и это нагромождение санкций. Чтобы изменить эту ситуацию, чтобы Россия вернулась в международное пространство, чтобы ее стали воспринимать, чтобы с ней стали общаться, все глаза будут направлены с одним и тем же вопросом – что с Украиной? Ну и как вот этот господин Навальный будет решать вопрос с Украиной, если он в своих сообщениях насмехается над украинцами и пытается им доказать, что до сих пор нужно говорить на Украине? Или он говорит так – я буду говорить на Украине? Казалось бы, мелочь, предлог, не правда ли? Но вы понимаете, что в таких вопросах можно нарушить любую попытку на сближение. То есть, как это будет выглядеть? Приезжает Леха Навальный на Украину и начинает. Мы тут приехали на Украину, у нас тут на Украине планы и так далее. Его будут постоянно останавливать и говорить – вы Украине, вы Украине, вы Украине. Будут его поправлять. А он настаивает на своем. Вы что думаете, украинцы будут это терпеть? Они ему скажут – пошел вон отсюда. Через какое-то время ему скажут – все, переговоры закончены. Иди, научись сначала уважать своего собеседника. А если соседнее государство на этом настаивает, значит, необходимо сделать в данном случае уступку, если ты типа привык и никак не смог за 20 или 30 лет приучить себя к другому. Тем более, что правила русского языка говорят совершенно другую вещь. Для тех, кто до сих пор не заглянул в правила. Предлог «на» применяется для неопределенных географических объектов или территорий. На какую-то территорию, где нет определенной границы. Дальше – для частей чего-то или островов и полуостровов. То есть, на Урале, непонятно, где это Урал. Ну, вот общий Урал. Дальше – на Алтае. Вот неопределенная территория. На Камчатке. Опять же, толком неопределенная территория. И острова. На Мальте, на Кубе, на Мальдивах, на Кипре. Здесь все понятно. И в отношении Украины применялся предлог «на», когда она была частью Советского Союза. На Украине. Но! С 1993 года это независимое государство с определенными границами, отмеченное на карте. Самый лучший пример такой. На Руси или в Руси? На Руси, конечно. Потому что Русь, опять же, не имела определенных границ. Это непонятно, что это было. Но при этом, когда на территории Руси образовалось государство «Киевская Русь», уже стала «В Киевской Руси». В Киевской Руси сидит киевский князь, не на Киевской Руси. Поэтому, господа, если когда-то у Украины не было определенных границ, да, вы говорили «на Украине». Но пора понять, что давным-давно это независимое государство. И поэтому нужно говорить «в Украине». Потому что для украинцев это принципиальный вопрос. Вы либо согласны с тем, что это независимое государство, вы относитесь к этому государству с уважением, и вы говорите «в Украине», либо вы «Леха Навальный». Понимаете? Например, один человек в комментариях мне написал такую вещь. «Я согласен с вами, что с этими выражениями надо быть осторожным». К предлогу «в» я себя уже приучил, потому что работаю в том числе с украинцами. Боюсь кого-то обидеть. Итак, вопрос очень простой. Господа Навальнято и «на украинцы». Как вы собираетесь решать вопрос с Украиной, если это один из самых главных вопросов, с которым вы столкнетесь? Как вы будете договариваться с украинцами, если вы даже в таком простом деле, как предлог, не готовы уступить? И вообще, можно ли решить хоть какие-то вопросы, если нет желания уступить в малом? Если так сложно отказаться от своей привычки, и на карту ставятся добросердечные, хорошие отношения со своими соседями, но вы продолжаете упорствовать, то как должна к вам относиться противоположная сторона? Итак, это самый простой вопрос из области, как разрешить неразрешимый конфликт. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!